всем привет сегодня мы поговорим с вами автомобили на юге о том какие особенности автомобилей необходимо на юге поговорим о навесах поговорим о дорожном движении поговорим об альтернативных видах транспорта поговорим о том осем и так далее во первых на юге очень большие пробеги то есть и вам придется ездить довольно таки много и вам будет не до понтов поэтому сильно много денег на автомобиль можно не тратить главное взять надежный хороший автомобиль и для вас если вы приехали из больших городов станет большим сюрпризом что например в анапе есть не все дилерские центры можно даже сказать что их очень мало и соответственно если вы будете жить в гостогаевской то вам нужно будет пользоваться либо серыми дилерами то есть универсальными сервисными центрами где в основном запчасти не в наличии а если в наличии то только не оригинальные либо запчасти будут привозиться на заказ и вам придется ждать по неделе по две и дай бог чтобы этот сервис был рядом да по вашей марке автомобиля если он находится в новороссийске то вам придется первую поездку сделать на сломанном автомобиле каким-то образом в сервис чтобы диагностировать поломку и потом вам придется ехать для того чтобы запчасть забрать и установить и по большому счету именно из-за этого лучше всего ну разговаривать с теми местными жителями кто там уже живет какие у них автомобили какие марки каким маркам они привыкли я уже сказал что на юге очень большие пробеги почему потому что но если вы живете ну только что переехали в гостогаевскую либо в анапу вам обязательно захочется много ездить то есть туда-сюда вы съездили вы из-за на по в гостогаевскую уже у вас 40 километров не считая пробега по городу соответственно пробеги накручиваются очень быстро ну и слава богу что на юге на пробег как правило не смотрят больше смотрят на состояние автомобиля поэтому именно вовремя делать техническое обслуживание во время устранять какие-то поломки загодя до того как они окажутся в запущенном состоянии гораздо выгоднее поэтому когда вы едете грубо говоря в новороссийск либо едете в краснодар имейте свои дилерские центра куда вы сможете заезжать можете автомобиль обслуживать ну и желательно заранее просчитайте где вы будете это делать бывают такие марки автомобиля что выгоднее продать еще у себя на северах и потом уже ехать на другом автомобиле более распространенным более простом более имеющим большие вероятности того что запчасти будут либо в наличии либо доставлять их будет очень быстро некоторые имеют несколько автомобилей то есть простой автомобиль для длительных поездок и какой-то дорогой комфортный прожорливый то может быть внедорожник для того чтобы ездить уже по каким-то там праздником по выходным и так далее и кстати тоже учтите да вы жители квартир у вас была высокая транспортная доступность и вы знаете что вы всегда могли доехать на общественном транспорте а теперь у вас будет автомобиль либо маршрутка то есть других альтернатив у вас особо нет но не считая там велосипедов так далее для того чтобы съездить куда-то в поликлинику в больницу там пройти медкомиссию для ребенка а тем более если ваш супруг либо супруга устроиться на работу то велика вероятность что они будут на автомобиле уезжать на работу и работать уже там ну и почему еще большие пробеги на юге дело в том что там очень много красивых мест и вы каждый отпуск захотите проводить именно не рядом с собой а куда-то поехать там в крым в геленджик в новороссийск в сочи везде как бы куда вы поедете потребуются большие пробеги если вы подумаете что вы поедете на море просто на маршрутке ну как бы представьте что у вас много детей да вам нужно каким-то образом на маршрутке доехать потом по самому городу до пляжа добраться если это такой пляж там как джиме ты либо витязева то туда тоже добраться не так просто плюс вы на пляж всегда едете с кучей вещей у детей у маленьких есть дневной сонным где-то нужно будет днем спать поэтому рано или поздно вы поймете что на автомобиле туда ехать все равно попроще а в черте города но вы не всегда захотите купаться потому что там состояние пляжа и переполненность она как бы накладывает свой отпечаток по полному приводу то есть переплачивать или за полный привод ну то есть на юге как мое мнение полный привод не особо нужен так как у вас скользко не бывает единственное что бывают раскисают дороги да но любой легковой автомобиль если вы набрали инерцию проезжает как правило раскисшие участки тем более если они отсыпаны щебенкой даже если эта щебенка уже начала уходить в землю все равно вы каким-то образом проедете вот ну а основную часть года вы будете ездить абсолютно спокойно и на легковом автомобиле по дорожному просвету то есть желательно взять повыше дорожный просвет связан даже не с тем что плохие дороги и кочки яму хабы а в основном связано с тем что когда идут дожди очень большие подтопления в низинах и как бы такие дожди вы в принципе может и не видели а когда льет там заливает и ливневки не справляются если они вообще есть поэтому бывают такие фотографии недавно выложил где просто куча номерных знаков валяется про зимнюю резину мы с вами уже обсудили что зимняя резина она действительно нужна и желательно ее там 1 декабря или вы когда-то вот когда начинается зима уже переобуть пусть она будет не шипована но она вам поможет потому что обледенение тоже вы таких может быть и не встречали когда идет дождь тут же замерзает и получается ледяная корка то есть день жестянщика в принципе иногда бывает не часто но бывает поэтому желательно зимней резиной все-таки обзавестись либо если она у вас есть вести ее обязательно с собой учтите что когда вы будете ездить на пляж куда-то в путешествие особенно далеко вы всегда будете с собой брать очень много вещей различные палатки там плитки может быть какие-то вещи для детей там плюс детские кресла место занимают поэтому выбирайте не столько размер автомобиля сколько вид автомобиля то есть лично мне нравится хэтчбеки тем что у них багажник можно открыть он довольно таки большой и при открытом багажнике вы можете даже длинномеры возить какие-то длинные доски бывают люди и холодильники возят и беговые дорожки в таких автомобилях а если у вас седан то ну как бы багажник хоть и большой но бывает что проем куда нужно погрузить вещи маленький поэтому тоже задумывайтесь об этом и большим спасением является кофр то есть большой багажник на крышу на дуги ну и вообще дуги лучше всего иметь так как вы все-таки будете жить в сельской местности да там в станице и поэтому вам какие-то длинные вещи все-таки иногда придется перевозить поэтому багажник на крышу задумайтесь о том чтобы поставить заранее фаркоп может быть вы будете перевозить какие-то стройматериалы когда захотите там баню делать еще что-то там мешки с цементом не всегда вести это в багажнике удобно и комфортно если вы еще не покупаете готовый дом и либо и вы его еще не заказали у вас есть отличная возможность отодвинуть дом от участка если у вас узкий фасад таким образом у вас вот есть прямоугольный участок и вы дом отодвигаете вас спереди появляется большая площадка у нас например на 15 метров на 15 метров почему такую площадку нужно нестандартные там 4 метра потому что вы сможете два автомобиля ставить друг за другом плюс вы сможете развернуться в собственном дворе вам это будет комфортно удобно и не нужно будет выгонять за ворота какую-то другую машину чтобы выгнать вашу если к вам будут приезжать гости тоже велика вероятность что они все-таки будут ездить не на поездах она не на самолетах а на автомобилях дороге сейчас довольно таки хорошие люди добираются за три-четыре дня с ночевками соответственно как бы те кто регулярно ездит им удобнее приехать на автомобиле для того чтобы быть мобильным и увлажен вас в станице потому что приехать в станицу там пешком это придется хозяев то есть вас напрягать для того чтобы вам возить людей на пляж конечно если у вас отпуск от хорошо но если вы работаете возможно с этим будут трудности поэтому те кто будет ездить регулярно но возможно что будут ездить на автомобиле особенно если они находятся не очень далеко и есть такая популярная штука которую редко с собой берут но там она может пригодиться по нормам осадка посмотрите таблицу недавно в контакте выложил в своей группе норма осадков практически каждый месяц там по 80 по 70 по 60 миллиметров осадков это говорит о чем о том что дожди бывают дожди бывают достаточно сильные с ветрами поэтому возьмите вот такой маленький мешочек продается либо они как брелки оформлены это дождевики то есть обычные полиэтиленовые дождевики которые вы сможете одеть завязать и с помощью которых вы сможете легко добраться во время дождя до автомобиля все равно вы где-то будете на пляже находиться там во время ливня и либо вам придется куда-то прятаться да но если ливень продолжительный то дождевичок вас спасет ну можете конечно иметь ветровки там и так далее но такой брелочек повесить на ключ полезное дело по парковке там одностороннее движение в анапе очень часто и машины ставят период туристически довольно таки много поэтому имейте с собой наклейку на заднем стекле на которой написан ваш номер телефона на которой фразу там если мой автомобиль вам мешает позвоните велика вероятность что парковки не будет вам где-то нужно будет встать там запереть кого-то человек подойдет увидит этот номер позвонит скажет уберите свою машину то есть и бывает так что вы даже и в кинотеатре находитесь а вам кто-то звонит и просит убрать свою машину может быть даже не вы кого-то заперли а кто-то запер проезд и возможно хоть раз но это пригодится потому что как бы надеяться конечно что вам будет звонить гибдд когда будет эвакуировать ваш автомобиль в неположенном месте не приходится но для людей это спасет больше места для парковки вы сможете освоить видеорегистратор очень полезная штука я считаю что все таки туристический сезон все туристы но не все конечно как минимум процентов 30 40 там под шофе могут ходить как угодно и на красный то есть иметь с собой видеорегистратор когда вы передвигаетесь по городу очень полезно поэтому видеорегистратор в машине довольно полезная штука тем более если вы собираетесь путешествовать больше пробеги больше вероятности всяких событий которые лучше всего задокументировать для того чтобы они были доказательством в суде и есть информация о том что гибдд может привирать там что вы преодолели сплошную полосу либо вы проехали на красный либо вы превышали скорость то есть хоть в какой-то мере видеорегистратор вам поможет в этом по поводу жары и солнце вы как бы если живете на северах но понимаете что процентов на 60 у вас солнечной радиации меньше и вот я ездил сам на автомобиле арендовал слава богу он был белого цвета то есть солнце даже в июне она очень яркая но слепит она нагревает автомобиль ну просто за 15-20 минут пока там закрыл машину пошел в магазин за два часа там уже набирается там температура до 80-90 градусов поэтому от нее нужно защищаться от солнечной радиации есть солнечные отражатели внутрь машин но они не так эффективно как внешне то есть можно купить дешевые просто коврики блестящие которые можно снаружи прикладывать пока вы пошли на пляж и но своруют но как бы он стоит недорого поэтому не страшно когда вы в огороде ставите машину либо возле дома желательно иметь либо чехол на первое время до либо иметь навес ну и чехол в любом случае пригодится даже если вы под навесом автомобиль ставить там от ливней от дождей от града он спасает как вариант вместо навеса из поликарбоната можно использовать затеняющую сетку у затеняющей сетки есть кое-какие преимущества она служит не так долго но ее легко поменять через нее продувается ветер вам не так жарко она пропускает все-таки солнечный свет и вам светло она не нагревается сама по себе поэтому не передает тепло она именно задерживает 50 60 процентов солнца и при сильных ветрах если вы хорошо ее закрепили на металлические конструкции с ней ничего не будет потому что она продувается и она не является таким большим парусом нежели поликарбонат и когда будет падать град естественно что но затеняющий сетки малой вероятности что будут большие повреждения поэтому есть у нее преимущество и как навес от солнца она хорошо себя показывает тени деревьев это конечно же хорошо для автомобиля но учтите что при сильных ветрах деревья падают могут причинить вред автомобилю по выбору автомобиля если у вас есть такая возможность чем светлее автомобиль тем лучше то есть на юге как правило там в турции в египте у них практически все автомобили белого цвета потому что белый цвет лучше всего отражает солнце он не нагревается по поводу стекол можно сделать тонировку есть прозрачные тонировки даже на лобовое стекло которое задерживает инфракрасное излучение и таким образом у вас не будет греться по затеняющим сеткам цена их 10 рублей за квадратный метр то есть они очень дешевые заранее сделали металлоконструкции наварили кольца которым будете крепить тросики тросики сама затягиваешь поэтому когда у вас будет сетка растягиваться вы можете подтягивать таким образом провисание этой сетки будет устраняться так что это довольно таки удобная вещь когда вы одели чехол на автомобиль целиком желательно чтобы у вас были все-таки рейлинги потому что тогда у вас будет воздушный зазор между чехлом и машиной и чехол вот он когда колеблется он не будет натирать вам лакокрасочное покрытие хотя в принципе на юге я бы не особо думал о лакокрасочном покрытии потому что ну жизнь не так хороша и беспокоиться там о лишней царапине мне кажется довольно глупо на юге говорят что гараж он не столько и нужен как бы на вес иногда даже лучше чем гараж не знаю чем но как минимум все продувается никогда ничего не ржавеет машина тут же высыхает моментально то есть она не греется продувается то есть на вес имеет какие-то преимущества это мне говорили соседи по поводу кондиционера то есть я сильно удивился да по привычке включил кондиционер на арендованном автомобиле чуть-чуть потеплее для того чтобы не простыть но чувствую что кондиционер вообще не охлаждает поэтому учтите что охлаждение кондиционером возможно только тогда когда она на полном максимуме особенно если вы два часа провели но машина постояла на улице вы в нее только сели она горячая то есть и кондиционеру очень тяжело выгнать все это тепло поэтому лайфхак открыли все четыре двери там или хотя бы две двери чтобы продувалась из салона вот этот горячий воздух за минуту выйдет пускай у вас машина за это время погреется и только потом вы включаете кондиционер для меня еще открытием было мы когда ехали со знакомым по гостегаевской он кондиционер не включал он просто открыл окна то есть если вы ездите из гостегаевской в анапу во время движения можно просто окна открывать набегающие потоки ветра они точно также охлаждают как и кондиционер а я по глупости ездил с включенным кондиционером мне было жарко и как бы что-то даже у меня не было мысли что можно так оказывается окно открывать у меня один клиент был он всегда приоткрывал чуть-чуть окно при включенном кондиционере либо покупал машину с люком потому что кондиционер он воздух сушит и можно простудиться а когда окно приоткрыто и свежий воздух есть и гораздо эффективнее есть такой момент некоторые забывают бутылки в машине то есть бутылка если имеет там где выходит пробка круглая круглой поверхности туда наберется вода то есть есть вероятность что солнце может прожечь дыру может быть и пожар и расплавится что-то тоже обращайте внимание в краснодаре недавно был скандал там построили высокое здание зеркальными окнами где просто вогнутая поверхность и там пришлось им на асфальте ограждать поверхность заборчиком чтобы не туда не ставили машины именно туда фокусировался солнечный луч и на машинах и стекло плавилась и крыши и так далее поэтому тоже учитывайте такие моменты ну конечно малой вероятности что такое будет но вот бутылки плюс есть знаете такие обогреватели на задние стекла все изогнутые прозрачные поверхности даже обычные очки которые вы оставите в машине могут привести к плачевным результатам то же самое в домах на подоконниках если вы что-то такое положили стеклянное это часто бывает полили вы растение водой оставили бутылку на подоконнике при хорошей жаре ну всякое может произойти если у вас машина стоит без навеса в багажнике даже канистра с бензином может раздутся и не сможет открываться поэтому вам придется куда-то ставить машину охлаждать чтобы этот бензин грубо говоря открыть но поэтому какое-то всегда оставляйте воздушное пространство и в бутылках и в канистрах для того чтобы было куда при увеличении температуры распирать жидкости по поводу безопасности автомобиля то есть по кипению бывает что машины кипят почему они кипят у них не работает система охлаждения как она не работает либо у вас термостат испортился либо у вас забит радиатор забитый радиатор очень частая поломка даже она не является поломкой но никто об этом не знает то есть промывать на мойке радиатор довольно таки полезно и при если у вас автомобиль старый желательно заранее разобрать разомкнуть несколько радиаторов а там их порядка 3-4 штук и оттуда выгребьте всю листву промыть керхером проверить что все хорошо и проверить крыльчатку вентилятора что она эффективно работает то есть решетки радиаторов автомобилей тоже нужно смотреть чтобы не было там листвы то есть охлаждение автомобиля полезная штука есть такие вещи о которых ну вот у нас здесь тополя например до падают на автомобиль потом желтые пятна которые невозможно отмыть на юге это шелковица если вы поставить автомобиль под шелковицы она у вас на машину упадет потом ничем не отмоешь соответственно особенно если пройдет несколько дней там в краску все въедается поэтому следить если какая-то органика на вашу машину попала желательно сразу оттирать не дожидаться какого-то времени на эту же тему мошкара да мошкары очень много и если вы по трассе ехали у вас на машине мошкаран там придется спецхимию использовать если пройдет там две недели три недели вы ее не смоете поэтому желательно сразу же после трассы если у вас на лобовом стекле на самой машине есть мошкара желательно ее отмывать обязательно себе заведите знакомых у которых есть трактора по станице сего проедете вы увидите у кого есть трактором у кого есть сама погрузчики их называют еще воровайки у кого есть какие-то грузовички газели заведите такие знакомства и вам пригодится когда вы поедете куда-то в новороссийск за мебелью вместо того чтобы пытаться на свой автомобиль в грузить загрузить там на огромное пространство вещей дайте заработать вашему соседу и ему будет полезно и он вам поможет и вам будет удобно то есть многие там покупают огромный прицепы ради этого но на самом деле не так дорого это стоит то есть прицеп будет окупаться лет 5 но единственно если вы конечно не строитесь если вы строитесь все тогда прицепы у вас может ее купиться но прицеп тоже такая вещь которую нужно где-то хранить иногда приходится лебедки какие-то ставить, чтобы прицеп не вот так стоял, чтобы можно было его наклонить. То есть любая вещь тратит ваше время. В следующий раз мы с вами поговорим о других видах транспорта. То есть не автомобили, а такие вещи, как велосипед, который очень пригождается по станице, чтобы съездить куда-то в магазин. На велосипед нужно переднюю корзину иметь для того, чтобы складывать покупки безопасно. Либо вам придется рюкзак на спину вешать. Пригодится какое-то детское кресло, если у вас маленькие дети на велосипед. Такие виды транспорта есть, как самокаты. Самокат может пригодиться, если вы по самой Анапе хотите передвигаться. Очень много тротуаров. На тротуаре по закону вы можете передвигаться только на самокате, в редких случаях на велосипеде, потому что считается, что вы должны ехать по дороге в метре от обочины. По трассе вам на велосипеде по закону вроде бы даже и разрешается, но это довольно-таки опасно. Поэтому на автомобиле как раз в пользу багажника на крыше тоже говорит то, что велосипед полезная вещь. В общем, в следующий раз мы обсудим эти моменты. Покажу вам, какие велосипеды используют для того, чтобы можно было по самому пляжу ехать с большими колесами. Бывает с электроколесом велосипеды. Поговорим о самокатах. Плюс есть электрические самокаты, которые до 25 километров могут передвигаться. Есть различные ролики, скейтборды. Сейчас вообще есть борды с электроколесами. Можно поговорить еще о том, что если вы купили велосипед и не купили защиту детям, то вы поступили не совсем правильно. Какие-то там шлема и так далее. Это все не американская плаща. Это необходимость. Потому что дети это святое. И лучше их сразу приучать ездить защищенными. Поговорим еще про велосипеды, про детские. Поговорим про моноколесо, про гироскутеры, про электросамокаты, про то, какие шлемы. Многие, знаете, перчатки покупают для детей. Они не знают, что там специальная металлическая пластина. Они ее вот с этой стороны делают. А нужно, чтобы она находилась вот здесь, потому что руками ребенок тормозит. И она будет его защищать. Также поговорим про то, что нужен ли мотоблок. Потому что первая мысль, когда вы заводите огород, нужен вам мотоблок или нет. То есть не секрет будет, что если вы подойдете к соседу, он вам спашет за такие деньги, что мотоблок у вас будет окупаться много-много лет. Поэтому тоже задумаемся и об этом. Поговорим. Узнаем чужой опыт. Надеюсь, вы остаетесь с нами. Следите за новостями. В октябре будет запись строительства дома. Будем отображать, какие этапы стройки происходят. Разрешение на строительство уже подано. В течение трех дней мы уже должны получить ответ. Уже директор подтверждает, что да, там все положительное. И ответ скоро будет. Соответственно, у нас скоро уже будет делаться фундамент. И в октябре я поеду в Гостогаевску. Буду снимать весь ход строительства. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Пишите, какой у вас автомобиль. Особенно, если вы на юге. Нравится, не нравится. Что удобно, что неудобно. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok